В эфире Панорама. Здравствуйте! О главных событиях в регионе в изложении журналистов телекомпании Юнион в самое ближайшее время. И сегодня в выпуске смотрите. Дистанционное обучение в Дону не повод погулять. Таким образом, преподаватели хотят мотивировать студентов к самостоятельному получению знаний. Больше об эксперименте расскажет Дарья Сахарова. Один врач на несколько школ в Донецке не хватает медицинского персонала. Причины такого дефицита выясняла Ольга Сапронова. Прима Большого театра на Донецкой сцене. Традиционно для фестиваля звезды мирового балета дали спектакль «Дон Кихот». Подробности в сюжете Светланы Кирктивой. Один погиб, второй в реанимации, еще пятеро с ножевыми ранениями. Так, для компании молодежи закончился отдых в ночном клубе «Горловки». Там повздорили молодые люди. Ссора завершилась поножовщиной. Подробности выясняли наши журналисты. Молодежь подралась на улице напротив ночного клуба. У входа на тротуаре следы крови. Днем дискотека закрыта. Никто из сотрудников клуба ситуацию не комментирует. Дискотека находится по улице Гагарина. Рядом больница и жилые дома. Окна Татьяны Сапроновой выходят прямо на клуб. Ночью женщина слышала крики. «А окно открыто. Две девчонки пьяные были. Так матюкались, ругались здесь. Потом три хлопца тоже. Орали. Так я вот подняла жалюзи. Кричу, сейчас милицию вызову. Но они ушли больше. Я ничего не знаю». Дрались семеро человек. Один из парней погиб. Второго с ножевыми ранениями отвезли в больницу. Пациенту сделали операцию, но состояние не улучшилось, говорят медики. Еще пятеро пострадавших в госпитализации не нуждаются. «У большинства из потерпевших были множественные ножевые ранения. Некоторые были с тупыми травмами головы. Из двух госпитализированных один больной был доставлен в тяжелом состоянии, без пульса, без давления, практически без сознания. «Пьяные они были. Потом они собрались текать. Мы донали их. Вызвали милицию. Их задержали. Одного в больницу повезли. Он там кричал, что порежет нас». Расследованием ЧП занимаются в милиции и прокуратуре города. На данный момент задержали пятерых участников драки. Из-за большого количества подозреваемых зачинщика определить трудно, отмечает Алла Боровых. «Получив сигнал, следственная оперативная группа сразу выехала на место происшествия. Сейчас нож изъят, и милиция и прокуратура проводят совместную проверку, именно выясняют причины и обстоятельства происшедшего, в результате чего будет принято решение о квалификации данного происшествия». Самому младшему участнику потасовки 19 лет, старшему 25. Екатерина Минаева, Роман Громняк, Кирилл Иванов, Панорама. Два миллиона гривен – моральная компенсация. Родители погибшей девочки озвучили в суде свои требования. В смерти дочери они винят врачей, которые поставили неверный диагноз. О втором судебном заседании по этому делу мы расскажем в следующем сюжете. Вика Дегтярь умерла, когда ей было 4 года. Сегодня в суде ее родители, участникам процесса, отец девочки озвучил свои требования. «Привлечь Аникеева Шмыгон в качестве гражданских ответчиков в данном уголовном производстве. Взыскать гражданских ответчиков Аникеева Шмыгон в нашу пользу, то есть в пользу Дегтярь Надежды Николая Алексеевича, Надежда Евгеньевна, солидарно причиненный моральный ущерб в сумме 168 244 гривны, моральный ущерб в сумме 2 миллиона». Медики педиатрического отделения Красноармейской больницы не обратили должного внимания на состояние ребенка. Было потеряно драгоценное время. Это и привело к трагедии, утверждает Надежда Дегтярь. «Приехали врачи из Донецка. Они зашли и сразу с порога говорят, кто начали возмущаться, кто написал диагноз менингит. Здесь налицо отравление и румянец на щеках, там еще какие-то признаки они называли, я просто не помню уже. И начали промывать желудок». Сергей Шевченко – один из свидетелей по этому делу. Он работает врачом в областном центре. В ночь трагедии с помощью санитарной авиации он доставил девочку в Донецкую больницу. «Подключили датчики, которые показывают частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение крови кислородом. Сразу были взяты анализы, подключена инфузионная терапия. Учитывая факт отравления, значит это дезинтоксикационная терапия». В числе свидетелей и Анна Сердюк, медсестра в ночь трагедии, дежурила в отделении и общалась с родителями ребенка. «Я у мамы расспрашивала, мама, точно ваш ребенок не мог ничего наесться? Мама смотрела глазами своими напуганными, и папа как только пролетал сквозь двери, туда-сюда бегал, мама замолкала и вот как мышка сидела. И было по состоянию мамы, явно было, что она хотела что-то сказать, но не сказала». Всего показания дали 8 свидетелей. Следующее заседание суда назначено на 28 октября. Ростислав Сысоев, «Панорама». Задержан подозреваемый в двойном убийстве и поджоге. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Напомним, 7 октября в одном из частных домов Мариуполя спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Каждому из супругов злоумышленник нанес более 10 ударов ножом. Чтобы скрыть преступление, устроил в здании пожар. Его задержали в течение двух суток. По версии следствия, подозреваемый был должен деньги погибшим, не желая возвращать долг, совершил убийство. Максимальное наказание за такое преступление – пожизненное заключение. По просьбе подозреваемого погибшим несколько месяцев назад на свое имя был получен кредит. А подозреваемый обещал данный кредит гасить, поскольку фактически товар, приобретенный за кредитные средства, были получены подозреваемым. Утеплили школу, обеспечили котельной энергией. В Донецке показали в действии энергоэффективное оборудование. Оно позволяет ежегодно экономить миллионы гривен. Новую технику установили в рамках программы энергосбережения, которую принял Донецкий городской совет. О преимуществах нового оборудования расскажет Сергей Аганисян. В этой донецкой школе утеплили фасад, заменили деревянные окна на металлопластиковые и установили автоматизированную систему отопления. Теперь за теплоучебное заведение платит в два раза меньше. Заменены радиаторы во всех помещениях, а у нас 70 помещений. Если в классе три радиатора, то на двух из них стоит теплодатчик. И на школе стоит датчик. И по тому, как меняется погода, меняется указание электронной системе, какую программу выбирать, чтобы направлять тепло в классы. Даже в самую холодную погоду средняя температура в классах не падает ниже 20 градусов. Раньше было очень холодно, всегда ходили в таких теплых, чуть ли не в курках, в классе сидели. А сейчас стало намного теплее, чувствуется тепло. И раньше начали даже топить, чем дома. И хоть ходи тут в тапочках в классе. В прошлом году мы замерзали, мы тепло одевались. После того, как сделали у нас отопление, сразу стало жарко. Ребенок говорит, что жарко в школе. Реализуют программу энергосбережения и коммунальщики. На базе одной из котельных в мае этого года появилась как генерационная установка. Она производит электро и тепловую энергию. Благодаря ее работе теплосеть уже сэкономила около 5 миллионов гривен. В будущем, конечно же, жители на себе это ощутят, потому что себестоимость же тепловой энергии, она на 45% выше тарифа. То есть, если тариф это 265 гривен за геокалорию, себестоимость это где-то 450-460 гривен за геокалорию. Таким образом, мы пытаемся сдерживать неповышение тарифа. Переход на энергосберегающие технологии в Украине начался в 2010 году. На реализацию этой программы в Донецкой области уже выделено около 5 миллиардов гривен. Сейчас в регионе новую технику используют более 100 предприятий. За три года работы программы в области сэкономлено около 4,8 миллион тонн условного топлива и энергоресурсов на сумму более 15 миллиардов гривен. Достаточно большая сумма. Конечно, здесь больший вклад – это промышленность. Но, тем не менее, вот такие вот результаты на сегодня есть. Завершить переход на энергоэффективное оборудование в области планируют в 2015 году. Сергей Аганесян, Антон Шульга, Панорама. Эндргосбережения, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и информационные технологии. Эти сферы предлагают улучшить жители региона. Об этом говорили сегодня на семинаре в Донецком областном совете. Свои предложения громады отправляли на всеукраинский конкурс проектов и программ развития местного самоуправления. Его проводят уже 10 лет. В этом году в области реализовали 16 проектов. Среди них Центр административных услуг в Горловке, использование солнечной энергии для уличного освещения спортивного комплекса в Артемовском районе и прочее. На их осуществление из государственного бюджета выделили 4,5 миллиона гривен. Способ организации проведения этого конкурса и по признанию наших украинских экспертов в области регионального строительства, МИСЭО, Розводку, и по признанию ведущих экспертов Совета Европы является, скажу абсолютно откровенно, одним из самых прозрачных механизмов. Именно механизм построения конкурса. Он исключает какое-либо влияние извне на его результаты. В этом году Виктор Федорович Янукович дал старт реформе местного самоуправления, которая коренным образом должна, в общем-то, изменить, возможно, структуру власти в нашей стране. И в своей предвыборной программе он акцентировал внимание на том, что в итоге власть должна быть децентрализована и больше полномочия должны получить регионы. Месяц без лекций и преподавателей. Студенты Донецкого технического университета переходят на дистанционное обучение. Постигать азы науки они собираются дома с помощью компьютера и интернета. Такую форму обучения осваивать будут те, кто учится на дневном отделении. Больше об эксперименте расскажет Дарья Захарова. Наталья Дьяконова – единственная девушка в этой группе. Говорит, изучать компьютерное управление гидро- и пневмосистемами ей интересно. О переходе на дистанционное обучение студентка слышала, но как это будет происходить, пока не представляет. Надеюсь, что это будет не очень сложно, и что каждый сможет учиться на дистанционном обучении. Может кого-то расслабить, но будем надеяться, что все будут ответственны, все будут учиться. Образование все-таки полезная и нужная вещь. Все могут спокойно заниматься на дому, никому не будет, не составит этого труда. В университете рассказывают, внедряя на своих факультетах дистанционное обучение, преподаватели ориентируются на методики западных вузов. В вопросе масштабного внедрения онлайн-обучения Дон-НТУ является первопроходцем в Донецкой области. Эксперимент начнется 18 ноября и продлится до 20 декабря. К этому периоду все лекции студентам будут вычитаны. Практически все преподаватели уже подготовили методические пособия в электронном виде. Что касается лабораторных работ, они, как и прежде, даже на время эксперимента, будут проходить в учебных корпусах, заверил Сергей Селивра. Бесспорно, те лабораторные работы, которые требуют использовать оборудование, а у нас таких работ очень много, по сравнению с факультетом вычислительной техники, вы понимаете разницу, они все должны и будут проводиться на действующем оборудовании в наших лабораториях. А вот провести консультацию, предоставить вопросы, получить быстрые ответы от студента, обработать их и указать на те ошибки, которые он там допускает, наверное, на сегодняшний день целесообразно использовать виртуальное пространство. В прессе публиковалась информация о том, что переход на дистанционное обучение в Дон-НТУ вызван отсутствием денег на отопление. Ректор университета это опроверг, хотя сообщил, что в целях экономии в ВУЗе намерены регулировать подачу тепла. Что касается стоимости обучения и заработной платы преподавателей, на время дистанционного обучения они не изменятся. Саму программу мы же не меняем, лекционный материал остается прежним, лабораторный прежний, все остается прежним. Мы просто хотим, чтобы студент включился в этот процесс, вот же в чем загвоздка, понимаете. Старый метод работы делает студента пассивным, он только на период экзаменов и зачетов проявляет активность. Мы хотим разрушить эту систему. В университете сообщили, зимняя сессия начнется в срок и будет проходить по традиционной схеме. Дарья Захарова, Артем Молчанов, Панрама. Две свинки и бычок Борька. Такие подарки для многодетных семей выбрала городской голова славянска Неля Штепа. Получатели поросят от мэра поселят их в сараях. Некоторым его только предстоит построить. Сама Неля Штепа считает, что многодетным родителям пригодится любая помощь, в том числе свиньи и коровы, не исключение. Надеется, что ее примеру последуют и другие жители славянска. Я хочу, чтобы каждый житель нашего города подумывал, что я тоже хочу что-то сделать для таких добрых людей, любящих в сердец. Одна медсестра на несколько учебных заведений в Донецких школах. Некому следить за здоровьем детей. Функции врачей выполняют учителя. Почему сложилась такая ситуация, выяснила Ольга Сопронова. Это 61-я Донецкая школа. Здесь учатся 900 детей. Но медпункт работает три раза в неделю. Дважды приходит медсестра, а по вторникам дежурит врач. В те дни, когда никого из медиков нет, их функции выполняют учителя. В каждом кабинете есть аптечка. А когда кто-то из школьников плохо себя чувствует, приходится вызывать скорую помощь. Какую-то первичную помощь мы всегда можем оказать. Но, естественно, когда в школе находился бы профессионал, работник, который специально к этому подготовлен, это было бы намного лучше. Юлия Гонюк, мама ученика этой школы, говорит, на занятия сына отпускает с волнением. Медсестра на самом деле необходима в школе. И, конечно, себя более уверенно чувствуешь, когда за ребенком кто-то присматривает, и есть какая-то помощь. В Донецке 150 школ. В каждом учебном заведении медсестры бывают несколько раз в неделю. Обеспечить все учреждения медицинскими работниками невозможно, говорит Лариса Иванцова. На это нет денег. В школе могут ввести ставку медицинской сестры, но за счет спецсчета. Но так как сейчас очень трудное время, и таких ставок нет, то школа сама не может это сделать. Основная причина нехватки медработников – непрестижность профессии и низкая заработная плата. Частично проблему поможет решить появление семейных врачей, рассказали в Донецком управлении охраны здоровья. Если ребенок будет наблюдаться семейным врачом, то семейный врач несет ответственность и за его состояние здоровья, и за определение, к примеру, группы для занятий физически на уроках физкультуры. И таким образом, все-таки будет знать состояние здоровья ребенка, зная состояние здоровья с первых дней его жизни, будет проще определить уровень его подготовки и те задачи, которые ребенок может выполнять на уроках. Благодаря тому, что семейные врачи возьмут на себя некоторые функции школьных медсестер, последние будут посещать учебные заведения в два раза чаще, говорит Галина Готовкина. Но полностью проблему нехватки кадров это не решит. Ольга Сопронова, Александр Пугачев, Панорама. Почтили память мюзиклам. В Донецком областном музыкально-драматическом театре сыграли спектакль «Истории нашего двора». Постановку приурочили к годовщине со дня смерти Марка Бравуна. Он был художественным руководителем театра. Его не стало 9 октября 2012 года. Своими воспоминаниями об этом человеке коллеги поделились с Ингой Лапиковой. Веселый, отзывчивый и неравнодушный к чужой беде. Таким помнит актриса Елена Мартынова Марка Бравуна. Рассказывает, в театре он был для нее самым близким человеком. Для меня Марк Матвеевич это отец. Это никак не директор. Да, и директор, и к директору, естественно, и уважение. Но он для меня папа. Засыпал ролями. И он, я не могу сказать, что... То есть он следил за каждым из нас. Он так подобрал... Я не знаю, мне кажется, такой труппы, как у нас. И сильной, и разноплановой. И любой материал, бериста, все есть. Наш музично-драматичный театр, завдяки керівництву Марка Матвеевича, первый из музично-драматичных театров Украины здобув звание академичного. Шануючи Марка Матвеевича, віддаючи ему велику шану и вдячность за весь его вклад, ми сьогодні пишаємося тим, що він виховав і підготував собі гідну заміну. Над постановкою «Исторії нашого двора» главний балетмейстер работал ще с Марком Матвеевичем. Именно по совету руководителя в постановке все песни исполняють вживую. Спектакль начинается со слайд-шоу. На экране – фотографии Марка Бравуна в разные годы жизни. Он все время есть в театре. Я ощущаю его присутствие здесь каждый день, как я прихожу на работу в 10 утра, и он есть. Он со мной при каждом важном каком-то решении, при каждой новой постановке я всегда думаю, а что бы сказал Марк Матвеевич, а как бы он подумал, а как правильно сделать. В зале «Аншлаг» посмотреть постановку, посвященную памяти Марка Бравуна, пришли бывшие коллеги и поклонники его творчества. Марк Матвеевич любил людей. Он помогал людям, входил в положение. Ему обращались по всяким, по разным вопросам. Когда Марк Матвеевич пришел на этот пост, все очень быстро изменилось. И театр стал одним из ведущих театров Украины. Прекрасная труппа, замечательные актеры. Каждый год 3, 4, 5 премьер, которые звучат на всю страну. Марк Бравун проработал в театре 35 лет. В 2012 году он стал народным артистом Украины. Инга Лапикова, Руслан Новиков, Панорама. Поздравления и награждения. Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины 90 лет. Юбилей сегодня отметили в областном управлении СЭС. Здесь собрались представители службы со всех городов региона. Им вручали грамоты и благодарности областной администрации и областного совета. В регионе в этой сфере трудятся более 2,5 тысяч человек. Конечно, был период в этом году трудной перестройки. Нам приходилось в новых условиях работать. Но мы понимаем, что сегодня санитарно-эпидемиологическая служба была, есть и будет. И вот такие высокие награды вселяют уверенность в завтрашнем дне. Дело, которое мы делаем, от него очень много зависит в обществе, потому что мы профилактики, потому что мы предупреждаем те заболевания, лечение, которые в дальнейшем требуют значительное выделение средств и прежде всего небезразличное для здоровья. Поэтому в любых условиях мы не имеем права расслабляться. Прима Большого театра на Донецкой сцене. Традиционно в рамках фестиваля звезды мирового балета в Донецке дали спектакль «Дон Кихот». В этом году выступал международный состав танцоров. С артистами незадолго до премьеры пообщалась Светлана Киктева. Неотъемлемая часть фестиваля звезды мирового балета «Дон Кихот» его дают уже 20 лет, именно 9 октября. В день рождения Людмила Янукович. Это любимая постановка «Первая леди». «Дон Кихота» супруга президента не пропустила и в этом году. В холле театра ее встречали аплодисментами. Спасибо вот этим юным девочкам, которые вот здесь сейчас совершенно знают молодые. Я бы хотела, чтобы лет через 10, через 20, а они такие уже звезды были. Мощные, весомые, блестящие, красивые, яркие. И всем большое спасибо за такую организацию, моего дня рождения. В этом году исполнить основные партии пригласили артистов Большого театра. В роли главных героев Китри и Базиля, прима-валерина Екатерина Крысанова и солист Андрей Меркурьев. На Донецкой сцене артисты танцевали впервые. Достаточно долго я ждала своего кита. Я танцевала на седьмой или на шестой год работы в театре. Я вкладываю в него всю душу, любовь и всю себя целиком. И стараюсь, не то что стараюсь, вообще никогда такого нет, что работа. Потому что если это работа, зритель это сразу чувствует. В первую очередь я стараюсь получить удовольствие от танца сама, и тогда это передается в зал. Мне очень понравилась сцена, мне понравилась трупа. Сегодня я узнал, что день рождения у Людмилы Александровича, с чем я поздравляю искренне ее. И до меня дошли новости, что она очень любит спектакль «Дон Кихот». И для нас, вот с моей партнершей Екатериной Крысановой, с которой танцуют в паре сегодня, большая честь поздравить ее именно ее любимым спектаклем. В этом году спектакль исполнил интернациональный состав. Кроме солистов Большого театра, на сцену вышли юная представительница Болгарии и чешский артист. Я исполняю главного тореадора «Эспаду». Постановка, конечно, хорошая, приятно ее танцовать. Мне очень помогли донецкие артисты. Конечно, танцовать именно в этом балете. Конечно, так и Испания, жарко, солнце, тепло, хорошее настроение. И этот испанский менталитет, это, конечно, другое, чем в других странах. За 20 лет главные партии исполнили 40 ведущих артистов, рассказывают организаторы. Каждый год звезды вносят в постановку что-то свое. Самый жизнерадостный спектакль, который несет свет, добро и счастье. Поэтому его зрители очень любят. И на самом деле на международных конкурсах артистов балета, именно вариации из балета «Дон Кихот» Китри и Базиль считаются очень виртуозными. И артисты его берут в свой репертуар, чтобы победить на этих конкурсах. Я бываю и в Большом театре, и в Мариинском. Я смотрю, что эта балерина, Екатерина Красановна, обладает великолепнейшей техникой, которую надо и обязан я был показать на сцене Донецкого театра. Вадим Писарев назвал 20-й фестиваль наиболее мощным за всю историю существования звезд мирового балета. Завершится он 11 октября галоконцертом. И таким вот этот день увидели журналисты нашей информационной службы. Смотрите новости, будьте в курсе всех событий. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин